Приветствую всех на WallSite Online и мы начинаем еженедельный выпуск за десятое число. В общем, всех приветствую и, пожалуй, начнем с новостей, которые нас ждут на следующей неделе. Итак, по США самый насыщенный будет среда и четверг. Там Retail Sales, потом Petroleum Report и Industrial Production вместе с Consumer Price Index. В четверг будет Housing Stars и Jobless Claims. Ну, по безработице в Штатах нас уже вряд ли смогут удивить. Во вторник, кстати, будет Жанет Йеллен выступать с какой-то речью, какие будут там темы подниматься. Также в среду она будет выступать перед чинами и по другим странам на следующей неделе. Сейчас, секундочку. Значит, вторник в 18.00 по Москве будет выступать Йеллен. Это для тех, кто хочет посмотреть, послушать, о чем будет идти речь. И в среду также в 18.00. Так, ну и по другим странам у нас ВВП за четвертый квартал Япония в понедельник поздно ночью. Отчитывается 13.00 февраля. В день влюбленных отчитывается по потребительским ценам индекс китайский. Потом ВВП за четвертый квартал Германия. И, опять же, индекс экономических настроений тоже Германия. Напомню, во вторник, может, кстати, с этой речью она и будет выступать Йеллен в 18.00. В среду Британия отчитается по заявкам на пособия по безработице и по средним уровням заработной платы. Будет идти речь отчет. По этому отчету мониторят аналитики, насколько улучшилась, либо же ухудшилась экономическая ситуация в стране. И в среду, напомню, запас сырой нефти в 18.30 запишите себе. Потом в 18.00 поступление Йеллен и из важных, в принципе, все. В четверг, опять же, штаты. Число выданных разрешений на строительство и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. В общем-то, и все. На следующей неделе, напомню, среда и четверг будут более насыщены по отчетам, новостям. В понедельник, вторник тоже неплохо, там четвертый квартал по ВУП Япония и Германия. Так что осторожнее, в общем, в среду и в четверг. Ну и с... Можем начать с S&P. Так, это у нас подгрузился S&P. Вроде бы, вроде бы он. Итак, в общем, с сентября мы видим котировочку. Кстати, кто не обращал внимания, вот здесь выделяются контракты такой пунктирной линии. И вот подписывается. Недавно появилась достаточно удобная вещь. И по нижней гистограмме у нас идет, ну, как бы, комбинирование двух типов информации. Открытый интерес, сейчас мы видим, и дельту. То есть мы видим количество участников, вернее, показателей открытого интереса. Набирал обороты, либо же сбрасывали. Ну и накладывается дельта, что, в принципе, достаточно полезно. Поэтому, обратите внимание на данные по последней неделе, текущие, в общем, здесь немножко прибавили. То есть в течение недели был прирост по позициям. И 9-го числа даже была хорошая дельта на 42 тонны за байерами. Похоже, было вот на прошлой неделе 45 тонн и 53. Вот как раз им нужно было расширить за 22.80. Там понадобилось почти 100 тонн дельты на стороне байеров за два дня, чтобы толкнуть выше. Ну и здесь была борьба на то, чтобы закрепить цену в этом коридоре. Ну, в общем, получилось. Они фактически вырвались уже даже за 23. Ну, тут еще нужно закрепиться, пока только прощупывается коридор. Пятница. Дельта небольшая на стороне байеров. Позиции не сильно сбросили, так как мы видим гистограмму по открытому интересу. То есть, похоже, что надеются на продолжение восходящей динамики, раз не фиксируют. И, судя по дельте, продолжают дальше активность на покупку. В общем-то, вроде бы один график и столько информации дает. Точно так же, как в Laser File Professional с последними обновлениями. Тут не нужно переключаться на огромное количество модулей. В принципе, все необходимое можно на одном модуле уместить. Единственное, для удобства можно переключаться на другие модули, приходить по другим таймфреймам. Итак, массивность, которую мы отмечали на стороне байеров. То есть, как раз вот были интересные моменты на 89-93. Тут фактически весь коридор плотенько взяли на байерах, ну, на покупателей. И также, стоило отметить, ядро контракта, его тестировали. Также были байеры и здесь, и здесь. Тут целая сессия была за покупателями. И возобновилась активность при подходе, опять же, к этому уровню активности покупателей. Здесь у нас такой промежуточный коридор по важным ценам. Мы сейчас его отметим. То есть, тут активность проявляли два раза, то есть, два периода. И 22.87 по 22.94 можете взять как важный коридор, который, в принципе, должны удерживать байеры для приложения восходящей динамики. Де-факто, даже вот, можно провести линию поддержки. Причем, она должна формироваться, отталкиваясь от тех точек, где действительно была поддержка. То есть, вот эта точка, это выброс топорей. Вот этих байеров сбрасывали с топики. Поэтому ее учитывать как важную не так уж и необходимо. А вот как раз здесь, тут была отработка платформы. Поэтому этот уровень более важнее. Ну, так, на всякий случай, у кого возникнет вопрос, почему именно эти уровни отмечены. И давайте посмотрим на 15-минутном таймфрейме. Вот такие у нас локации. Ну, здесь, бесспорно, ядро недели. Где у нас тут? 87 по 90. Мы отметим фиолетовым таким цветом. Далее, шикарный рост. Такой хороший импульс дали. Причем, видно по фильтрам, на каких этапах приходилось добавлять объема. Поэтому мы эти точки сразу же берем на вооружение. В качестве поддержки. Будем мониторить их. И пока они себя неплохо показали. Поэтому пробитие этого коридора на следующей неделе, ну, уже лучше отменить пока сценарий на покупку. Второй диапазон, где это можно будет попробовать либо, ну, вот в этом коридоре, сейчас мы отметим, либо уже отработку ядра недели. 90 по 87. 86, вернее, 96, извините, 94. Это вот второй. Тут как раз пришлось немало усилий на то, чтобы пробить сопротивление селлеров. Более точно вот так. То есть я отметил именно вот эту активность. По гистограмме общей ее можно и не заметить, но здесь действительно были очень активные. Вот видите, какая активность была. На неделе самая топовая в этом как раз расширении. Так, ну и самая крайняя у нас активность была за байрами, это вот сработка стопорей. Сейчас мы их выделим. Тоже крайний блокпост. Ниже уже попросту даже нет смысла надеяться на продолжение роста. Первая отработка. Это вот верхушка четверга. Потом промежуточная загрузка перед расширением и ядро недели. То есть вот такие три уровня у нас на поддержку. А вот сопротивление, судя по пятнице, в начале открытия Америки сбрасывали позиции. Похоже, байеры было немножко дельты на шорт. И как видите, трудно расширить коридор. Очень трудно. Видите, какая пятница по сравнению с другом. То есть они вышли на новый ценовой уровень. И тут селлеров пруд-пруди. Поэтому пока ведут себя достойно. Поэтому отметим ядро пятницы 23.08. И будем мониторить, насколько им получится удержать контроль на этих немножко перекупленных ценах. Если так и закроют на максимуме, ну вполне реально ожидать коррекцию, затем хорошую поддержку. И можно это использовать в качестве торгового сценария. Так, это был S&P. RTS. Так, RTS, склейка до 16.09. Два контракта. Как вы видите, порядка двух-трех недель мы идем в таком сплошном коридоре. 120-й, 115-й. В принципе, неплохо. Но для спекуляции это не самый лучший период. Вот. И отметим достаточно интересную динамику. Обратите внимание, что на этой неделе особо не было притока новых сделок. И последний такой активный период был вот 27.01, 26.00, 25.00. Последняя попытка. Потом начали скидывать позиции и сейчас уже на 545 ушли. Вот. То есть притока не было. То есть были в основном по чуть-чуть фиксации. Соответственно, на этих уровнях пока нет отпечатка крупных участников, которые целенаправленно заходят в рынок. Так бы мы заметили. И сейчас посмотрим по объему. Видите, объем идет ровно, точно такой же, как предыдущие две недели. То есть аномальных перевесов не обнаружено. Либо ждем петролевым отчет и какое-то там кардинальное изменение в петролевом отчете. Это подтянет любителей быстренько заработать на новостях. Это даст какой-то всплеск ликвидности и потенциально шансы на расширение вот этого. Коридора 114 по 120. Если ничего особо кардинального не будет в отчете, либо Елен ничего интересного не расскажет, либо по безработице в Британии. Ну, в общем, никаких триггеров так и не будет. Скорее всего, будем оставаться в коридоре, пока не будет какой-то мотив. Ну и, собственно, мониторим котировочку черного золота. Это ядро еще столового контракта. 97.500 по соточку. Текущий контракт. Ядро 115.500. Вот мы его уделяем. И по 118.000. Нет, 118.000 ровно. Это ядро текущего контракта. Пока вот как раз внутри ядра находимся. И видите, притока ликвидности практически не обнаружен. То есть это стандартная рабочая ликвидность идет в среднем. Давайте глянем, как у нас формируется. Ну, вот так формируется ВВП. Мы фактически чуть ниже него. Ну, вокруг этого уровня могут болтаться еще немало времени. Так, берем дневной тайм и смотрим, что у нас с начала этого года. Тут 26 числа, ну, фактически с начала 2017 года. Как видите, за неделю были какие-то открытия позиций 6 числа. И то это были продавцы, которые, возможно, уже даже вышли из этих сделок. Так, так, так. Новых позиций не размещали. В основном была фиксация. И что стоит отметить, это вот эти попытки покупок. Вот здесь. И здесь. И пока этот коридор как-то уж очень аккуратно сдерживают. Я его отмечу. Это чисто наблюдение. То есть тут сложно сказать, что именно конкретно из-за этих ребят это все происходит. Но на этом диапазоне как-то уж неоднократно наблюдалось. Раз, два и еще три сессии. Я думаю, как-то они связаны с этим. В общем, смотрим на 115, 600, 116. Аккуратненько присматриваемся, что же там удерживает коридор. И более точно, вот давайте я сейчас отмечу, более, намного точнее ядро контракта и важные уровни. Стоит обязательно зафиксировать себе важные коридоры. Это 115, 113, 500. Вот поддержка в чистом виде. Массив на рост формирует. И потом еще и здесь отработали. Поэтому как один из важных уровней и коридор старта этого контракта 112, 800 по 112, 400. Вот этот уровень поддержки фиксируем. Ну и здесь такой широкий коридор ядра. Ну почти скоро перенесут на 117, по 118. Есть вполне намеки на этот процесс, так как тут неоднократно уже были хорошие торги. И пока 116, 116, 500. Но можно смело, я думаю, 117 ставить 118. Скоро они там перенесут. Осталось совсем чуть-чуть. Буквально на следующей неделе ядро контракта уже будет в этом коридоре. Ну и 120, как психологически страшный уровень, так и уровень сопротивления пока не пускают. Вот здесь особенно были выбросы стопорей. И потом две сессии уже агрессивно давили очень шортами. Здесь также были эселлеры. Вот этот уровень. В общем, возьмите на заметку. Пока не уйдем выше 118, 500, хотя бы в эти воды, территорию, тогда с покупками еще пока стоит повременить. Но это не берется пока в учет ни нефть, ни другие корреляторы. Еще нужно фондовые просмотреть детально, чтобы более точно уже зафиксировать необходимую рубль. Сейчас отмечу. Рубль из-под рубля мы сейчас рассмотрим. Начнем с барового и отключим пока в WIP, либо сделаем его серым. Итак, три последних дня в основном фигурируют эселлеры. Хотя перед этим шестого и седьмого были два дня активной байера. Вот как раз в этой точке, в самой минимальной. И прирост позиций. Обратите внимание, давайте я чуть больше масштаб взгляну. Итак, вот лучше видно. То есть, по сравнению с всей неделей, здесь почти топовая ситуация по открытым позициям. И фигурирует дельта вот такая на шорт. Это у нас 124 тонны за селлерами. 5,7% перевес. И это, я вам скажу, немало. Вот у нас было 7% перевес. Вот с эссием. Потом 6,4%. И вот такой был пролет достаточно волатильный. Ну, грубо говоря, тут на процентном перевесе коридоры достаточно жесткие. То есть, не в два раза, не в три, а в 5,7%. В 3, 10. Если больше 10%, это очень-очень агрессивно давит. Три дня, начиная с 8 числа, идут активные селлеры. Единственное, что смущает, так это коридор и их волатильность этих сессий. Как видите, позиции открывались только сегодня, интересные по сравнению с всей неделей. Но ликвидности аномальной на неделе не было. Сейчас посмотрим спот, что скажет там котировочка. И для начала посмотрим классер профайл с рубля. Ну вот, то же самое, когда здесь открывали позиции седьмого байера и сегодня 123 за селлерами пока открыт интерес. в течение недели был только седьмого и сегодня. Основная часть недели была за селлерами. Отметим коридор, где отметились такие участники, как продавцы. 59,700 это на рубле. Сейчас спот будем смотреть. Потом 59,340 по 120. вот эти два активных участка мы взяли. Ну и все, вот этот коридорчик за расширение. Самое главное, чтобы в понедельник не было огромного прироста по открытым позициям на дельте байеров. То есть потенциальный сценарий тогда возврат на исходную точку это 59,400 450. Значит, еще сопротивление, которое уже удержали, это был коридор 60, 260, 60, 100. Тут как раз была неплохая активность и здесь. Вот, напомню, на рубле на фьючерсе 59,700 59,840 и 59,340 по 120. Это уровни сопротивления и пока вот байеров много не обнаружено за последние три дня. Смотрим USD групп Томик. Хочу предупредить, напомнить тем, кто недавно к нам присоединился и WallStreetOnline совсем недавно обнаружил и подписан запись. Если вы опоздали, либо не смогли вообще попасть на обзор, вы можете смотреть на YouTube. Как только есть возможность, ребята сразу заливают ее на YouTube запись и возможно сегодня, возможно завтра уже вы сможете смотреть записи. Также в последнее время добавляются тайм-коды под видео. Именно на YouTube можно прямо на нужный раздел нажать и вы сможете перейти именно на тот обзор по тому инструменту, который вам действительно интересен. Не смотреть все видео, а только то, что вам интересно и необходимо посмотреть. Те, кто торгует валютами, явно не будут смотреть про акции или про индексы и наоборот. Хотя нужно в комплексе ориентироваться и понимать, что вокруг происходит, не узконаправленно работать. хотя бы еще и и так. Значит, ну, в общем-то, вот так выглядит Spotius. Достаточно агрессивный был коридор 59, 75, 60, 15, поэтому его можете брать как диапазон триггер, пока не прошли выше даже вот этот еще 60, 25, 59, 75, как раз вот 50 копеек этих сопротивлений. Здесь 4 сессии, даже суммарно дельта была на стороне селлеров и коридор пока этот не пробьют восходящий тренд будет под вопросом. Похоже, вот коридорчик был на 50-40, то есть это старее немножко сопротивление, оно уже отработано, а из свежих это вот 59, 75, 60, 25, этот коридор как триггер, пока не пройдет этот коридор восходящий динамик под вопросом. Далее, вся за весь период квартал этот тут у нас 517 дельта и ликвидность посмотрим. Ровно идет ликвидность точно так же как на прошлой неделе и на позапрошлой. В общем, с середины января буквально в некоторых точках был выстрел по ликвидности, а так идет даже с 9 числа не меняется. Они вышли на этот уровень по ликвидности в среднем это 3 миллиона оборот 3200 350 и на этой неделе тоже держались в этом же ключе. Буквально вот вчера 2800 просели немножко по ликвидности а так вот этот коридорчик либо пробуют расширить, но судя по всему мало ликвидности для такого кардинального расширения возможно сбрасывают стопы рим поэтому как здесь тоже самое похоже была ситуация прощупали стопики вернулись обратно и потом еще день шагали на рост идентичная ситуация только здесь немножко уже так на пол сессии ушли ниже минимума вот нас настораживает наличие ликвидности оно не особо большое видите здесь и 6 миллионов и 5 и 5 если заходят то заходят серьезно бывает еще больше в общем ключевой уровень 59 50 это ядро последней активности ну фактически раз два три четыре четыре недели последних и 59 15 вот фиолетовым светом вот такие у нас уровни евро на фоне склики двух контрактов вот последняя активность буквально 7 8 числа даже пытались открывать какие-то позиции и 7 была даже дельта на покупку и видимо их сейчас выносит тут вот сброс позиций с того времени сразу же пошел две сессии и сегодня приток от новых позиций не 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 наблюдается ну пытается по крайней мере 9 числа даже пробовали еще зайти на бай и вот сейчас их выносит три дня стояли в коридоре то есть либо у участников нет необходимых триггеров для продолжения динамики либо наоборот начало нового тренда но но как-то уж очень печально у них получается 08 преодолеть вот такой у нас коридор даже уровень что что в том году то есть начало контракта как начали так вот здесь и прекратили свою активность порядка такого коридора у них удерживается и три дня был такой флэт после которого начали выносить байеров поэтому если на следующей неделе не возвращаются в район 07 20 07 15 там понедельник вторник возможно потихонечку раскачивают на коррекцию какой-нибудь такой небольшой тренд если же вернулись на 07 20 в течение понедельника там в спешке тогда можем увидеть снова восстановление восходящей динамики тут как раз есть все шансы на это но берется в расчет вот эта активность конечно но мало верится по ликвидности давайте посмотрим что там было трудно сказать что это массивность как раз кардинальное изменение делает по состоянию даже на среде ликвидности обычная стандартная сессия ой не сессия а неделя ничем не примечательна по ликвидности ну соответственно пока это не ключевой момент он даже падает ликвидность чем ниже идут тем меньше ликвидности оборот за сессию торговый день вернее поэтому вполне может быть это вынос как раз 100 приказов там уже будем смотреть по понедельнику итак вот у нас это волшебная пятница которая видите какой маневр делают ребята вот реверсивная неделя вернее сессия на европе сползли до 0.625 на открытие штатов сразу меняется дельта на байера и пока еще сохраняется выбросили немножко объема и фактически если они уйдут выше 0.6 и 6 это уже пробитие нулевой точки реверсивности и останется уже вернуться на 0.7 0.8 отметки итак широкий коридор по ядру получился но выделим пожалуй вот этот уровень вернее коридор по 0.6 70 более плотно стоит взять вот эти три дня 0.6 90 это уже более плотно то есть по-настоящему плотнее некуда вот этот коридор взяли за счет среды четверга вот здесь и вот эти объединили в общем с 0.6 70 по 0.7 15 важный коридор это фактически ядро недели всей и вот модель реверсивная у пятницы поэтому посмотрим сейчас кумулятивную вчера пытались все-таки развернуть но сегодня решили сбросить стопы видите вернулась кумулятивная дельта уже на сторону байеров фактически в этом районе 10 5 часа вот такие у нас интересные маневры в пятницу так ну и ориентир за неделю отметка 0.7 1.07 это уровень WP вот когда вернется по недельник выше WP начнет его пробивать тогда уже есть предпосылки на атаку 0.7 20 затем уже останется уже уровни понедельника расширить это вот коридорчик 0.7 50 еврик фунт здесь на фунте понедельник вторник среда набирали позиций и у них даже во вторник получилось неплохо поработать на бай потом этих всех ребят начали скидывать и покупка на той же самой цене как видите возобновилась вот 6 числа там бросили и вот сейчас в пятницу ниже просели тут сразу набрали байер позиций и как видите сильно толкнули цену поэтому пятницу можно учитывать в качестве коррекционного движения включая всего восходящего тренда по фунту текучего контракта сейчас мы включим склейку двадцать итак 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 вот мы двадцать четыре восемь Естественно, я выделяю действительно интересные и важные уровни, выводы уже делать вам самостоятельно, поэтому если я и говорю там свое мнение о предстоящей возможной динамике, то это касается именно меня. То есть вы можете прислушаться, но все равно выводы делайте самостоятельно, потому что даже я могу сделать ошибку и это может потом стоить вам неприятных сделок. Поэтому всегда думайте и делайте выводы самостоятельно. Вот такой уровень, обратите внимание, 1.24 и 1.23.60, мы уже его как-то отмечали, не отмечали, а вот этот уровень, обращали внимание на расширение вот этих 3 сессий. Как раз тут 3 дня был постоянно на покупку, да, 4 сессии на рост. Но уровень нужно отметить обязательно, 23.60, даже плотнее возьмем, 23.75. Здесь 4 сессии на байерах были и расширение потом не заставило долго себя ждать. Очень-очень плотно коридор защищали, 23.75.24, поэтому если вы стоите в шартак и цель у вас 1, сколько там, 1.22, 1.21, то этот уровень 1 должны осилить, ну и включая 24.60. Повторно проявили активность с понедельника и вот на пятницу снова там же активность появилась. Так, затем у нас сопротивление по фунту. В этой сессии было 25.60, 25.70 и... Вот пока его не пробьет сопротивление. 26.60 будет не скоро. За январь в этом коридоре достаточно часто для того, чтобы его, на него обратить внимание и заметить, коридор 26.20, 26.50 такой может быть проблемным, в общем, для тех, кто на покупках. И поддержка такая более отчетливая и уже проверенная, это 23.75.24. Основная массивность по контракту за 4.80, 25.40. Ну и уровни сопротивления поддержки также были отмечены. Заметьте, что в четверг-пятнице не прибавляли новых позиций. Соответственно, вот этот вынос топорей, он вполне себя оправдывает как вывод. 5, 6, чего там? Австралийский, да? по поводу конкурса постараемся в ближайшее время сделать полное описание чтобы не было вопросов ни у кого пока он идет по старым правилам то есть вознаграждение лидеров за период квартал в общем итоги поводятся после экспирации кто первый по форс по семье и по некоторым инструментам не берутся во внимание трейдеры которые не зарегистрировались то есть у них нет имени аватарки допустим просто идет логин и они не принимают участие ну так как видимо человеку не нужно принимать участие поэтому не регистрировался вполне логично ну в общем потом уже вот я думаю на следующей неделе либо через неделю полностью будет описание которое уже будет касаться как раз следующего периода это юнский контракт весна обожаю этот контракт не знаю почему то он всегда интересно и всегда возможно это весна поэтому ну да ладно так австралийский да да смотрите как тут австралию активно открывает позиции похоже тут две недели уже до какие две недели с 19 числа как начали открывать позиции и так становиться не могут сейчас мы уберем и убирать и убирать так австралийский все правильно да в общем позиции набирают уже точно как три недели грубо говоря все идет по плану рынок растет позиции открываются новые новые и тут у нас возникает интересная дилемма все на шортах фактически идет шестого числа 3000 было давайте я отмечу коридор 76.35 76.60 у нас плотность заняли селера и по ликвидности сейчас посмотрим что там происходит ага вот так вот значит да работает судя по всему одна и та же команда либо группа лид из финансовой валютной индустрии так как ликвидность идет под линеечку буквально один аномальный выброс был вот 13 или 12 января 11 так так сейчас проверю еще раз вот ликвидность правда не аномальная идет такая же рабочая обычная ликвидка поддержка если будет корректоз все-таки начинаться я думаю что его постараются удержать не ниже 75.40 если это уже начались вот эти шорты которые открывают все больше и больше ну есть такие на планете земля которые могут с этого момента набирать шорты и держать их пока не закончится у всех кэш потом начнется атака и если начнется этот шорт то его должны 100 процентов толкнуть за 74.50 потому что смысла в этой всей пирамиде попросту нет средний уровень 75.40 75.50 этот 100 процентов должны расширить за этот уровень то есть если набрать тут позиции тут тут ну среди средняя будет в районе 75.50 я думаю скидывают покупки тогда бы открыт интерес вы не особо набирали это не сбрасывают покупки сбрасывают покупки тогда было бы открыт интерес вот падал бы а здесь он растет видите поэтому если все-таки этот селлер победит то ему нужно за 75.20 толкнуть копидать а вот набирали где эти покупочки 71.16 71.21 по 72.40 разворотится видите как формируется на Австралии хорошо да вообще прям песня тут намного лучше да дельта суммарная чем на еврике теперь сравните с евриком чистота я имею ввиду менее популярная валютная пара и уже чистота совсем меняется так в общем ликвидка должна выскочить выше 70 70 тонн за день пока предел 131 фактически в два раза больше ликвидность чем среднестатистическая в районе 65 70 тысяч так и пока вот контроль удерживают продавцы но цена находится на 76 75 далее бренд склейка нескольких контрактов с ноябрьского то ликвидность текущая нельзя назвать завышенной повышенной либо же какой-то нормальной обычная стандартная рабочая оперативная нормальная дневная ликвидность в районе 150 120 100 тысяч контрактов да 100 тысяч контрактов за день вот и даже вот аномального выброса тоже не наблюдается коридор 57 50 как заняли и вот уже вторую неделю 54 70 так и стоят в этом коридоре берем бесклейки за вот эти последние три недели ядро по вот этой флэтовой формации я так понимаю нефтяники просто ждут какого-то триггера который скажет им что делать 55 28 давайте я поставлю шаг 5 потому что это не выдерживает все 65 25 вот ядро самая плотная часть проторгованная еще немаловажный коридор 56 50 по 75 это вполне может быть пока проверочным уровнем для байеров то есть вот этот маневр за три сессии мы сделали 54 75 на 56 75 два вакса и сейчас как раз проходит проверочку этот коридор если будут сильно давить целлеры то частично покупки можно точно сбросить 55 по 54 75 тут три или даже четыре раза просыпались могучие байеры которые покупают и ядро текущего контракта 55 25 по 56 то есть пока цену будут удерживать выше этого ядра вполне есть шансы на движение к 59 к 58 важные такие тактические либо даже психологические уровни это 57 50 58 ну и фактически 59 как только возвращаются в коридор 55 50 аккуратнее с покупками так как уже этот уровень много раз и тестировали и учитывать что это идет сброс стопорей ну самое главное если уже атакуют даже вот этот уровень тут сразу заходить на покупку не стоит так как мы уже тут неоднократно были и это активность не самый лучший вариант давайте посмотрим по открытому интересу дельта у нас 6 7 8 правильно все на продажу и 9 10 у нас на покупку жаль что нет притока по открытым позициям и вот были открыты здесь в конце января на покупку поработали прям до 57.40 мощная дельта 7 тонн сразу же и 4.5 здесь все завершили и с того момента как интерес пока не прибавился сильно но зафиксируйте момент 9.10 дельта на байерах и может вполне сохранится вот эта динамика 3 дней если брать за неделю то вот они начали свой маневр и фактически вернулись на исходное кпд недели 0 то есть не упала цена и не выросла хотя маневр сделали такой достаточно напоминающий выброс всех кто тут закатил на покупку а вот здесь как раз открывали позицию в общем если 57.50 удастся расширить то это все благодаря вот этим нефтезакупщикам так так начитались да по опек ну не проследил сори как подсказывают тоже михаил два михаила так что все кто в чате загадывайте желание отчитались по опек после включения добычи пока согласились я так понимаю ну так что и фундаментально новостной фонд тоже за расширение за 57.5 дх попросили сейчас быстренько посмотрим и сельку и дх давайте сейчас и нефтяной сектор закрою потому что люди которые смотрят в записи они допустим нефть сразу включают и потом и мне особо удобно будет переключаться и так 54 и это CL light sweet crude oil Nimex сейчас склейку контракта сначала посмотрим и так здесь тоже вот был Flatius и последние вбросы 19 20 и 22 были сегодня также фигурируют почти на 11 не на почти почти 12 тонн дельты на стране байеров по ликвидности у нас идет ниже даже чем средняя ликвидность за неделю а здесь она попросту рабочая стандартная оперативная ликвидность за последние несколько месяцев ну 6 недель так вот здесь 5 недель точно ну 6 видом то есть желающих не так уж судя по всему много видимо еще какой-то им нужен фундаментальный катализатор с сентября вот я смотрю топовые дельты на покупку 21 давайте включим чисто дельту вот 21 здесь 14 здесь 15 и 19 то есть 20 тонн это уже действительно нашумевшая дельта здесь 11 то есть ну не пятнашка но и не 3 не 4 9 9 ну по CL сразу можно заметить 52 50 это вот коридор активности берем берем это как ключевой диапазон сейчас ну воспринимаем как ядро и 53 28 сейчас тоже поставлю 0,5 в общем 53 30 и 52 50 ядро маневр на выброс уже был вот две сессии тут как раз дельта отличилась и де-факто подходит снова на 54 30 а это уже неоднократное тестирование неоднократная защита со стороны целеров вот удалось даже до 55 50 расширить если тут и закрепиться неделька и на следующий понедельник будем опять атаковать 53 вернее 54 30 то вполне настрой участников после опек в принципе в завершении недели понятен так теперь задание дacağım pag индекс доллара он jisher donation BR k индекс Яснил открыт интерес склейка контрактов отсутствуют число текущий контракт покупки 9 числа были после фиксации небольшой позиции могли выйти селеры, которые где-то здесь заходили ну, в общем, коридор где проявили себя байеры вот несколько раз, это 99.60 3.9 и немаловажно какие уровни тоже замечаете как через какое-то время при подходе к тому же ценовому уровню опять такая же активность по дельте обратите внимание, вот 100 и 6 возможно, те, кто здесь принимали участие в покупках снова по этой цене уже заходят и дальше уже будем смотреть на 101 если же опять будет защита с транселлеров и не пустят выше 100 точка 6, то точка 9 тогда у нас опять придется болтаться в коридоре вот у нас такая массивность фактически левое плечо голова и вот сейчас формируется правое плечо как по мне ликвидность не аномальная поэтому особо сильных надежд на это движение до 185 пока не стоит возлагать пару раз было открытие позиции, но с учетом текущей сессии и ее волатильности как-то уж мало верится сильно дельта дельта нулевая там, где открывали, была красная шорт это было 8 числа и, в общем, фигурирует дельта на продажу с 2 числа, даже с 31 золото это с бера мне нужно вот это золото 67 это с бера мне нужно вот это золото 67 это с бера как видите позиции открываются с 1 февраля и продолжали это делать до 7 это видно и по каждому интересу и по дельта активности ой, не седьмого, а восьмого 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 пошли корректироваться сразу же немножко упала активность и по дельте и девятого, десятого вот здесь у нас фигурируют целлеры позиции еще вчера были в 288 тысяч восемьсот восемьдесят восемь контрактов оборот за день китайцы очень любят 8 поэтому они бы сейчас очень сильно удивились такой цифре так, возьмем этот уровень как последний активный по ликвидности следующий идет уже на 204 205 отметим его как поддержка пока не ушли ниже еще 199 по 205 тут ликвидность и последний активный по ликвидности 12-12 12-17 как ядро ну и в принципе пока как поддержка обратите внимание на последнюю сессию она достаточно сомнительно себя ведет уйти снять с топори всем кто был в четверг соучастником и уже возвращается на исходы неужто ли реверсивная сессия позиции как раз поубавилось участников сколько там на 8 тонн даже на 4 и дельта пока на стороне селлеров на 4 тонны если закрытие будет выше в открытие ну вообще максимума 12-38 вполне могут будут завершить формирование сброса позиций и затем уже необходимо смотреть в понедельник как будут себя вести селлеры а селлеры у нас на 12-41,5 по 44-ю вот коридорчик защищали неоднократно байеры на неделю проявили себя ну вот четверг пятница это то что по сбросам можно заметить потом неоднократно вот 3 дня можно заметить тут коридор тут и в этот коридор у байеров достаточно отчетливо можно заметить давайте его зафиксируем в общем если понедельник будет точно рации выше вот этого коридора вполне есть шансы набрать объема и создать дисбаланс до расширения 12-50 чем будет дороже нефть тем дороже добывать собственно золото вот золото если не ошибаюсь попало к нам на планету с очень старых звезд которые которые формировались еще раньше чем земля появилась если я не ошибаюсь по ученым по их мнению расчетам по и поэтому его так особо на покупку и последнее блокпост это 12-18 можно там еще посмотреть пощупать на сегодня все спасибо что пришли уделили время посетили встретимся в следующую пятницу в 20-00 все так же по этой же ссылке запись будет на ютюбе в ближайшее время и в рассылке в понедельник там утром либо воскресенье будет рассылка на запись всего хорошего теплых деньков и будем ждать весны она совсем скоро начнется до свидания пока